Привет, друзья, я Григорий Герман. Идея о том, что Россия имеет бесконечные ресурсы, философский концепт о том, что Россия бесконечно сама по себе, это, наверное, одна из самых больших легенд и мистификаций, которые были созданы в 21 веке, на данный момент, самая большая. Это мое личное мнение, но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть его, я поговорил с человеком, который каждый день на линии фронта делает все, чтобы Россия таки закончилась. Кирилл Сазонов о бесконечном мобилизационном ресурсе, о бесконечных снарядах и бесконечных танках, которые имеет Россия в бесконечном бюджете, о том, как долго все будут покупать российскую нефть и бесконечно ли терпение российского народа. Оставайтесь, будет интересно. Это тема, которая на самом деле проходит красной линией у нас в информационном пространстве, благодаря отдельным, в особенности инстарапушкам, знаешь, как я их называю, это те, которые говорят, о боже, у меня сердце край, я не знаю, что сказать, я вся на эмоциях, давайте мириться. Потому что Россию невозможно победить, там все бесконечно. На Западе это часто возникает, эта тема. И, конечно же, вся российская пропаганда скачет на этом коне, на этой кляче. Поэтому я хочу с тобой это дело обсудить. И начну, наверное, с вопросов, которые близки тебе. Ты в 100% в усе, потому что ты сталкиваешься с этим лицом к лицу. Начнем с военной, якобы бесконечной военной мощи России. И тут самое главное, это бесконечное количество боеприпасов. Есть цифры о том, что там типа 3 миллиона, 3 с чем-то миллиона боеприпасов они уже могут делать. Непонятно, правда, зачем они при этом, сколько там, миллионами забирают боеприпасы у Кима и так далее и тому подобное. Что ты думаешь по этому поводу? На самом деле есть такая военная мудрость. Я не буду ее приписывать Судзи, хотя он, может быть, что-то подобное и говорил. Но тот, кто испуган, тот, кто не верит в свою победу, он уже проиграл. Тот, кто убедил всех в том, что он победит, он уже победил. Это простая логика, это законы пропаганды. И на самом деле Кремль эту схему эксплуатирует очень давно. Эксплуатирует очень давно и очень активно. Его задача убедить своих подданных, убедить нас и убедить Запад и своих потенциальных союзников в том, что Россия победит обязательно. Один из любимых аргументов это то, что Россия очень большая, очень богатая страна. И у нее бесконечный запас ресурсов, бесконечный запас людей, бесконечный запас оружия, боеприпасов. И бороться с ней будет практически невозможно. И поэтому Россия пытается всячески донести до Запада вот эту позицию, в первую очередь до Запада, чтобы помогать Украине бесполезно, нам сопротивляться бесполезно, поддерживать Украину бесполезно, просто потому что они огромные. Но это легенда, легенда, которую они на самом деле очень успешно эксплуатировали. И мы видим, что она села в мозгах и у наших многих, и у западных политиков, которые говорят не для кадра, не для печати, кулуарно говорят, что, ребят, ну вы понимаете, что Россию победить невозможно. Почему? Ну вы же понимаете, что она большая. Ребят, у нас у 41-й бригады эмблема медоед не зря. Это очень небольшой зверек, который вполне может позавтракать и львом, и тигром, и питоном, так и Украина. Вот. Эта легенда почему? Развенчиваем эту легенду. Первая самая такая, у них оружие советского скопилось, у нас 5 лет подрывались склады, даже больше, а у них копилось все там бесконечно. Если бы это было правдой, то Путин не ездил бы на поклон с унижениями в Северную Корею за снарядами. Потому что снаряды тоже экономят. Если бы это было так, они бы не покупали оружие по Африке, по Азии, везде, куда поставлял Советский Союз. Они выгребают. Деньги еще есть, оружия уже нет. Если бы это было правдой, они бы не использовали, вот, Асу Хортица давала хороший материал на эту тему. Ну как, давали материал, в принципе, все журналисты могли использовать. Это то, с чем я сталкивался, и то, с чем наше командование говорит, и на Харьковщине есть. Это использование не совсем типичного оружия. Такие, как морские бомбометы. Любой военный прекрасно понимает, что там, где есть слово «мина», это сухопутка, там, где есть слово «бомба», это море. Бомбометы такие многоствольные, они есть с разным количеством стволов. Тоже образца 60-х, 50-х годов. В Советском Союзе выпускались. Это морское оружие метает бомбы. Это неплохо, это нормально. У них есть к ним БК, есть эти штуки, они снимают с кораблей, с катеров. Почему бы и не использовать? Но только это говорит о том, что, значит, к обычным орудиям снарядов нет. Значит, стволы изнашиваются, заменять нечем. То же самое 76-мм пушки. Все, кто опять занимается, все, кто сталкивался, знают, что 76-мм пушки на вооружении сухопутных войск, их нет. Их снимают с катеров, с кораблей, и отправляют, цепляют на мотолыги, цепляют на бэйхи, на что угодно, и используют против нас, потому что, опять-таки, для того, что есть, для самоходных артиллерийских установок, для самоходных минометов, снарядов уже не так много. Это что касается оружия. Скажи мне, пожалуйста, вот, подожди, секунду, я вот еще. Скажи мне, пожалуйста, такую штуку. Ты на фронте с какого момента? С весны, с начала весны 22-го года. То есть ты видел на самом деле все. Ты видел огневые штормы 22-го года. Ты видел и знаешь, как проходили штурмы Бахмута. Ты прошел практически... Да, да. Ты видишь динамику по использованию, например, той же артиллерии, как это было летом 2022-го года? Тогда, по состоянию на феврале, Россия по разным подсчетам умела, от 15 до 20 миллионов снарядов 152-го и 122-го. Понимаешь, если мы берем 22-й год, дело даже не в том, сколько их было у России. Дело в соотношении. То есть я смеюсь всегда, когда меня спрашивают, как изменилось. Понимаешь, раньше я об этом не рассказывал, потому что не хотел выдавать военные тайны, наверное, опасаться. А сейчас я про это не рассказываю, потому что мне никто не поверит. Что в Лисичанске стоял наш батальон, в нашей бригаде. Мы под Лисичанском, в сторону Тошковки стояли. И у нас, на наш кусок фронта, который мы держали очень большой, враг отрабатывал по нам всем. Грады сыпались настолько, что я в душ ходил под грады, потом на улице, потому что, ну, падает и падает. Мины постоянно, арта работала постоянно, ночью салюты. Что было у нас? Ты будешь смеяться, я не вру, я это не выдумал. У нас была одна пушка, одна. Ее катали вдоль всей линии фронта. Причем пушка эта эксплуатировалась с 14-го года. То есть там вместо такого ствола вот такой, куда угодно, он летит, и слава богу, в нужную сторону. И я думаю, сейчас никто не поверит, что мы противостояли нескольким вражеским батареям с одной пушкой. Да, нас иногда выручали ребята со 115-й бригады, еще с других соседей, у которых хоть какая-то арта была. И когда была возможность, они помогали нам, мы помогали им. Мы им по-своему, они нам огнем. Но это был минимум, потому что у них тоже эти снаряды чуть ли не по пальцам руки можно пересчитать. Если осталось три, они кинут в нас, ну, рядом с нами. Но ситуация была дикая, потом это стало меняться. И я думаю, что тогда, кстати, орки лезли очень осторожно, потому что они думали, что арта у нас есть. Но мы ее бережем, экономим, не хотим засвечивать позиции. Но когда они всерьез полезут, вот тогда-то и начнется. Тогда-то мы как-то врежем снарядами. А не было чем врезать, все. Выкручивались ручным оружием, гранатометами, мотодорами, джавелинами, такое, минометы от силы. То есть была ситуация в 1922 году такая, что такой, прости жопы, не было больше никогда. Даже вот эти полгода, этот март самый тяжелый, наверное, 1924 года, когда вот полгода нет помощи западной по снарядам, было очень тяжело. То есть середина марта главком говорит 1 к 6 снарядам, конец марта 1 к 10 президент говорит, наверное, так и было. Но даже это было все равно гораздо мощнее. Мы хоть как-то огрызались в сравнении с началом войны. А год назад мы были тут под Бахмутом уже. И тогда мы начинали контрнаступ, наша арта работала. Все равно у врага было преимущество. Тогда у них было преимущество где-то с нами 1 к 5. Кто-то говорит на ударных местах, самых горячих, 1 к 4. Тем не менее, это на 4, на 5 их снарядов наш был один. И уже тогда они были, что они не могут поднять головы, чтобы их засыпали. Ну, у нас арта работает. Точнее, опять-таки, я служу по своей бригаде, по 41-й. Там еще с одной бригадой, с которой мы в Херсоне рядом стояли. Очень много, как я говорю, мальчиков и девочек, которые радуются искренне, когда берут в руки автомат. Они очень редко берут в руки. Их оружие – это планшет, это мозги, это дроны. Так работает арта. Они противника в живую не видят. Это из анекдота, когда ночью летели шахеды и разрешили попробовать их снимать из стрелкового. Рванули все. Я говорю, я не буду, у меня патроны стоят денег. Я докупаю их за свои карабину патроны. Шансов сбить из стрелкового оружия дрон очень мало. Таких случаев. А ребята, они редко стреляют, им в счастье. Они лупят из калашей. Они по-другому воюют. Они часто не видят противника в живую. Они работают с дистанцией, с планшетами, опять-таки, по координатам. Но работают очень ювелирно. Все, даже российские пропагандисты, признают, что в контрбатарейной борьбе Украина, как ни выражается, сильна. Да, у нас мальчики и девочки с техническим образованием. Очень быстро учатся. Вот такая ситуация по снарядам. По людям, опять-таки, они говорят, что да, но может быть со снарядами что-то, те старые, те плохие. Там чего-то не хватает, может быть. Но ресурс бесконечный. Вот это основной постулат. У нас громадные. Людей мы наберем сколько угодно. И в случае чего мы вас закидаем мясом. Хорошо. Почему же тогда вы собираете весь мусор из Африки и Азии? Почему же тогда вы уже наемников в России ищете на безумные деньги? Там есть разнарядка по регионам. Я так понял, определенные награды администрации, которые сможет. Вот поэтому Краснодарский край или Кубань, ну где-то здесь поближе к Украине, за подписание контракта уже было около 20 тысяч долларов, где-то 19-200. Для Украины вообще безумные суммы. Самый низкооплачиваемый регион какой-то, северный, там что-то 11 тысяч с чем-то за подписание контракта. Из мужских тюрем выгребли кого могли. Из женских колоний уже больше месяца, может месяца два. У меня просто тут немножко время сдвигается. Я не помню, что было неделю назад, что месяц. Мне кажется, что это... Ну как-то да. Мне объясняли, что это что-то с мозгом происходит такое, и все сливается в один. Проходит три недели, тебе кажется, что это было позавчера. Есть такой соскок еще с 22-го года, когда я трехнедельную командировку воспринял как поездку на три дня в Лисичанск. Не знаю, что... Ну да. Поэтому я не знаю, но месяца два уже они гребут по женским колониям. И мы уже с ними... Когда прикол сейчас какой? Сейчас прикол следующий. Совершает преступление кто-то, например, убийство. Его ловят на теле. И тут же моментально ему предлагается вариант. Либо мы идем по закону, либо ты сейчас подписываешь контракт, и ты свободен. Да, такие варианты есть. Мы уже сталкивались с танками-пулеметчицами, и штурмовички тут на Покровском направлении рядом с нами. Такое есть. То есть, если бы у них была толпа народу и бесконечный ресурс желающих, они бы так не маялись, они бы так не искали, где попало. Поэтому действительно это большая страна, действительно куча народу, куча бедного народу, которые согласны за эту зарплату идти воевать. Много снарядов, много складов, много техники запас. Но легенды бесконечные запасы – это именно легенда и сказка. Если бы это было, это давно было бы использовано, это преимущество. Они нас бы, если бы могли задавить мясом, задавили бы мясом. Так мы видим, что мясо тоже у них... Приходится подтягивать и резервы, и потери у них в сумасшедшем наступлении. Особенно здесь, на том же часа в Яре, когда они не смогли бы... Они несколько раз, уже на моей памяти, мы здесь с конца марта, несколько раз на моей памяти они действовали логично, по учебникам пытались взять город в полукольцо хотя бы, то есть окружить с трех сторон, а четвертую дорогу просто накрыть огнем. Это правильно, это по науке, но мы тоже это знаем, поэтому рубили эти щупальца на корню. И поэтому они... И сейчас уже сложилась такая ситуация, что вот все видят, все все понимают, но штурмовать часик им придется в лоб, приходится в лоб. А лобовой штурм это капец. Лобовой штурм города, укрепленного, при всем нашем дефиците, недостатке снарядов, мин, дронов, взрывчатки, все равно лобовой штурм по уже пристреленной нами территории прекрасно, через разрушенный микрорайон канал, упираясь в реальный канал Северский Донецк-Донбасс, ложатся они тут просто тысячи минут. Действительно, Форбз говорил про 90 тысяч, которые они здесь потеряли, но мы так и не поняли, даже с помощью АСУ в Хортице, мы не поняли, за какой это срок. Но за последнее время здесь 5 тысяч они оставили именно на Часовьяре. При том, что основные бои были и Южне, и на Ивановском бесконечной штурме, и на Калиновом. Это все вот 5 километров от Часовьяр, ну тут и до Бахмута 10. То есть этот ресурс исчерпывается. Тем более мы видим, как сейчас они штурмуют Торецк, и как они штурмовали Часовьяр там, где они достигали успеха. Это же не мобилизованные, не вот эти уголовники, которые только подписали контракт. Это у нас пила кровь в основном. Главная проблема – это 98-я дивизия, воздушно-десантные войска. Вот это серьезный противник, экипированный, подготовленный. Их не наберешь на улице. И за месяц, за два, за три месяца их не подготовишь. Хороший десантник – это вообще дар божий. И потом хорошие долгие тренировки, а потом обкатка в боях, потому что любые тренировки от боя отличаются. Здесь на Торецке вот морпехи тоже элита, они тоже подготовлены. То есть мы видим, после штурма они отступают, чтобы их не добили. И вот мы ведем отделение морпехов, фактически уходит от нас. Они бегут три километра. Дестанцию знаем, к сожалению, достать их нам нечем, но мы их ведем, вдруг у кого-то что-то будет, у кого-то и в пиришко в воздухе или что-то еще. И мы смотрим, как бежит почти 10 человек. Бегут три километра в полной выкладке. Это минимум 30 килограмм. То есть броня, броя, все. И три километра, не останавливаясь, не меняя темп, не выдыхаясь, не падая, без криков, «Добейте меня, я больше не могу». Равнехонько, быстро бегут. То есть мы понимаем уровень подготовки, мы понимаем возраст этих людей. Их тоже не наберешь по объявлению, ни за какие деньги, где угодно. То есть, да, у нас по пленным, если брать последний месяц, вот здесь, в Тарецкой, опять-таки, Часовьяр, наша 41-я бригада, по пленным, большинство уголовников. Во-первых, они чаще... У вас как раз, у тебя уже сточились? Дело в том, что уголовники многие сточились, но тут же какой момент. Вот их берут 10 человек, потренировали неделю или две, или месяц, и кидают в бой, кидают мясной штурм и во все. Из этих десяти через две недели выживает 2-3 человека. Через месяц выживает 1-2. По логике, через несколько месяцев кой войне из десяти выживает один. Но этот один уже вояка, потому что он уже выжил, он научился выживать на чужих примерах, он научился, естественно, и убивать, чтобы оставаться в живых. Если их кинули сюда 100 тысяч, условно говоря, то этот выжил один из десяти, это 10 тысяч уже матерых, из злых опытных бойцов. Вот таких мы берем в плен тоже. Матерых уже. То есть уже мы воюем, и они признают, что мы воюем сильно, что мы научились многому, и мы признаем тоже, что все, ну чмобики, оставьте эти рассказы с самого успокоения. Противник серьезный, противник сильный, противник жесткий, война дается очень тяжело. Но в том-то и дело, что опытных, матерых вояк, их можно тренировать, воспитывать потом рядом с бойцами, которые воюют, и потом они проходят уже реальные испытания в бою. Вот так они получаются. Их не наберешь ни за какие деньги, ни за какие идеи, их не наберешь на улице по дальним аулам. Это очень ценный ресурс, такие люди. А еще одна легенда о бесконечном, бесконечный ресурс России, это бесконечное количество людей, которые могут работать. Я уже неоднократно слышал о том, что в случае, если что, Россия переводит уже сейчас экономику на военные рельсы, и вот как деды во время Второй мировой, подростки точат снаряды на заводе и так далее и тому подобное. Сейчас у них большой перекос на рынке труда, в том числе и благодаря этим десяткам тысяч, которые платят за голову крупного рогатого скота, который потом отправляют на фронт. Как ты думаешь, насколько действительно в России возможно сейчас вернуть вот те вот времена, когда за родину, за Путина подростки точат снаряды на военных заводах? Вернуть можно, наверное, можно, правда, насколько это будет эффективно. Война экономика – это отдельная страница, это как бы не касается, ну как-то касается нас напрямую, но это отдельная игра и российская, и украинская экономика. Мы видим, что они делают с нашей экономикой, как они бьют активно, потому что нет успехов на фронте, серьезных, как они активно бьют по украинской энергосистеме, какие перебои у вас, я знаю, со светом. Нам, кстати, проще, чем АП со светом. У нас генераторы, экофло. Ну, потому что у меня здесь дроны, у меня здесь аппаратура, у меня здесь интернет-связь. У меня на КСП сходится столько всего, что я без света. Это многим. Нам без света осталось хотя бы один дежурный со светом, со связью, со всем должен остаться, поэтому у нас свет всегда. Поэтому кто очень сильно страдает, я могу посодействовать. Это с этим проблемы. Энергетики восстанавливают, прилетает опять. На самом деле Запад больше обещает помощь энергетике, пока восстанавливают все за свои. А это же удары по крупным городам, потому что водоотведение, водоснабжение, это не шутки, это гигиена и риск эпидемии. Производство, бизнес, без денег воевать невозможно. Поэтому тут Россия бьет именно нас по деньгам, по энергетике, по условиям жизни, пытаясь вызвать панику какую-то. Мы, соответственно, бьем по их экономике. То есть не столько по людям, сколько удары СБУ по НПЗ, по нафтохранилищам, тоже по электростанциям, потому что энергетика сейчас очень важна. То есть вот такая идет борьба, такая игра. Тут уже скорее не люди решают, а возможности, глубина твоего кошелька и возможность его пополнять. Россия тоже это эксплуатировала, что у нас есть нефть, у нас есть газ, денег у нас всегда будет мешками. Ребят, перебьем инфраструктуру, перебьем НФЗ, мешков не будет. Хотя да, мы в начале этого пути, и действительно там еще очень-очень много работы. Оставлять их без денег тоже надо. Эту легенду надо тоже добивать. Есть уязвимые места в этом. Вот по поводу бесконечного бюджета, это был мой следующий вопрос, что в России деньги не закончатся никогда. Очень популярная штука, в том числе и среди наших вполне вменяемых комментаторов по поводу того, что ребята, да все у них в порядке, да все у них хорошо с деньгами и с бюджетом, и все у них действительно так и есть. Но если платить за каждую голову 20 тысяч долларов, то, слушай, мне кажется, а плюс импортозамещение, серый импорт нужно платить в 3 дорого за каждую деталь, а плюс еще конвертация, а плюс все сложно-сложно-сложно. Как ты думаешь, может ли сложиться ситуация, когда у России действительно начнут заканчиваться деньги, и холодильник начнет побеждать телевизор? Да, может и сложится такая ситуация. Проблема в том, что есть понятие инерции. Из хорошего можно сделать вывод, что даже когда Россия проиграет, ее простят, и Запад начнет посылать им ножки Буша, чтобы они не жрали друг друга, все равно быстро они в чувства не придут. Из плохого быстро в это состояние они не впадут. Запас прочности, инерция, народные промыслы, консервы в подвале, этого никто не отменял. Поэтому работает время на нас. И санкции, и наши удары по ним, и западные санкции. Работает все. Но, к сожалению, медленно. Эта штука очень неповоротливая. Плюс ко всему, они же говорят о том, что они переводят экономику на военные рельсы, они милитаризируют экономику, удваивание милитаризации экономики и так далее. А мы прекрасно помним, чем это закончилось в такой стране, которая называлась Советский Союз. Когда во времена маршала Устинова он построил ВПК, плодами которого они сейчас и воюют, по большому-то счету, да? И, в конце концов, это привело к коллапсу советской экономики, в том числе. Да. Они переводят экономику на военные рельсы, а мы осваиваем азы рельсовой войны, так называемой. Это в переносном и прямом смысле, потому что весь российский, вот этот военный потенциал, вся военная логистика, мы выкручиваемся. Да, у нас железная дорога, автомобили, все прочее, это все работает, но в России все замкнуто на залезнице, все на железную дорогу, у них все к этому привязано. Именно поэтому они с таким упорством лезут сейчас на Купенск узловой, на эту станцию. Именно поэтому они, не будем сейчас лезть в эту зараду перемогу, чтобы не устраивать в комментариях бесконечный срач. Да. Пропустим, как, но они получили Дебальцево и Иловайск. Почему им это было важно? Это важнейшие железнодорожные узлы. Как населенные стратегического значения, они имели ноль. У них все подвязано, железнодорожную логистику. И когда наши диверсионные группы активно начнут рельсовую войну, сейчас потихонечку партизаны палят эти шкафы вдоль железной дороги, релейные, постепенно займутся железной дорогой, и это будет для России кошмаром. Это будет их парализовать. Я думаю, что этим скоро будут заниматься, потому что это настолько очевидная идея, что подсказывать нашим СБУ и нашему гуру и разным подразделениям, названий которых многие мы и не знаем, даже такие подразделения есть. Ну, надо, да. Друзья в нежелемных местах. Ты никогда об этом не слышал, но ты понимаешь потом, где эти ребята были, что значит, ага, ага, это значит вы тогда устроили, или этот случайный страшный пожар, да, ага, ага, убили, а это вы, значит, были в ком. Ну, то есть у нас есть такие ребята, про которых я говорю, что считал бы честью мыть половых казармен, но на эту должность не прохожу уже по здоровью и возрасту. Вот. И рельсовая война будет. Это на поверхности лежит идея. Я думаю, мы и займемся. С одной стороны бить по аэродрому, с другой рельсовая война. Так что их экономика... Мы же тут не просим разрешения у Запада, куда можно бить, куда нельзя. Мы можем взрывать железную дорогу, которая ведет из Ростова, там, условно, в Дебальцево, в Лавайс, по которой идут снаряды. А можем орудовать в Сибири. Транссиб, да, никто не отменял. Да, рельсовая война – это страшная штука и не требует сильных ресурсов. А вот сейчас мы подходим к одному из самых таких неоднозначных вопросов. В России не закончатся деньги, пока у России будут покупать нефть. Пока у России будут покупать газ. Как ты думаешь, когда-нибудь те, кого мы называем цивилизованными странами, да, наши партнеры, придут к тому, что необходимо ограничивать российские доходы от продажи нефти не только декларативно, но и на практике. На практике санкции против теневого флота, на практике вот этот прайскепт по ограничению цены на нефть. Шустрый злодей Россия гораздо быстрее приспосабливается к изменениям климата, чем действует медленно забюрократизированный полицейский Запад. Да. Так, и теневой флот, и посредники по санкциям они стараются их обойти, и часто у них это получается, с этим проблема. Ну, будем решать разными, то есть можно делать операцию, можно пить таблетки, можно ставить уколы, капельницу, клизму, мы попробуем делать все вместе. Будут работать западные санкции, будет работать пропаганда, ограничения на использование нефти и газа российских, появление альтернативных источников, мы со своей стороны будем стараться максимально сжечь, разрушить и поломать то, благодаря чему они работают. В сумме это рано или поздно даст такой эффект, когда сумма больше составляющих. Рано или поздно мы к этому придем, не обязательно по добру и уговорами. сейчас по большому счету главным спонсором войны является Индия, потому что Индия больше всего покупает нефти и более того эту нефть они перерабатывают у России, они перерабатывают эту нефть на своих нефтеверонатующих заводах и уже нефтепродукты продают как индийские всем, кому не попадет. Как ты думаешь, будут ли введены санкции против Индии, ну против индийских нефтеперерабатывающих заводов? Это может стать в Индии, в Турции, в той же, да? Ведь это действительно может ограничить доходы России в продаже нефти. Ну, то, что Россия продает сырую нефть, а не бензин, не продукты нефтепереработки, уже наша перемога, уже результат ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Потому что это все совсем не те доходы. Тоже надо постепенно это обрезать. Я не знаю, как будет с санкциями по Индии, по Китаю, уже есть определенные влияния, потому что не газовые доходы России, не нефтегазовые, насколько я понимаю, уже достигли половины бюджета. Раньше газовые больше половины гораздо обеспечивали. Постепенно с этим надо бороться. Там есть уран, там есть металлургия, есть много интересных вещей, которыми не торгуют. Все сразу не обрежешь, тем более мы понимаем, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист, если норма прибыли 300%, Карл Маркс говорил, есть, если хорошая сумма, то капиталист продаст тебе веревку, на которой ты его можешь повесить. Да, да. Это есть, жадность есть, и всегда будут с ними, конечно, работать, всегда найдется покупатель. Вопрос цены, вопрос вынужденных скидок, которые Россия будет действовать, мы же видим, как Китай их сейчас гнет через коленку, как угодно. Мы будем брать по такой цене, не нравится, предложи кому-то еще. Это тоже по ним очень здорово бьет. постепенно, говорю, это все работает постепенно, к сожалению, гораздо медленнее. Хотелось бы, чтобы какие-то бодрые, шустрые польские фермеры заблокировали все пункты пропуска с России и остановили моментально экспорт, импорт всего на свете. Но мы понимаем, что, к сожалению, так это не сработает. Да, к сожалению, им платят деньги не за это, а за блокирование других пунктов пропуска. Боже, я это вслух сказал, как я мог. Есть еще один ресурс, и он чертовски важен, к сожалению, потому что мы с тобой прекрасно понимаем, как и все здравомыслящие люди, что никто не будет штурмовать Москву. И мы не будем криво прибивать три зуб над горящим над горящим Кремлем. И флаги Британии и Соединенных Штатов не будут развиваться над ГУМом. А это значит, что единственный, кто может поменять ситуацию в России, это сам российский народ. Но тут мы сталкиваемся с главным путинским ресурсом, бесконечным терпением народа. Насколько, по-твоему, действительно терпение российского народа бесконечно? Дело в том, что там есть не только российский народ, это тоже легенда. В российский народ входят ичкирийцы, дагестанцы, осетины, якуты. Очень-очень много. И уже Россия не является даже православной страной, и уже там, уже не шутят на эту тему, а самые одиозные психованные пропагандисты вполне серьезно говорят, что Путин должен принять ислам. Я не знаю, там делают обрезание или нет, как в удаизме, но возможно, что-то подобное есть. Потому что, если ты правитель мусульманской страны, а Россия уже мусульманская страна, ты не можешь быть одним мусульманином. И я делаю ставку больше не на терпение этого русского народа или нетерпение, или недержание, что-то у них сработает раньше. Я делаю ставку на то, что будут у отдельных народов пропадать причины оставаться в этом союзе, в этой тюрьме, и они будут постепенно оттуда выходить. Потому что та же Якутия, которая кормит всю Москву, а живет в настолько убогих условиях, судя по фото, судя по рассказам. Те же другие регионы, которые живут, которых в принципе, которых митрополия грабит. Грабит давно и уверенно. Выгребая туда деньги, обрекая их молодежь на прозябание, обрекая их на жизнь практически в 19 веке. И те вспышки, которые местами и в Татарстане происходят, и в других местах, я думаю, рано или поздно количество должно перейти в качество. Возможно, этому надо помогать. Насколько я слышал, наши помогают, отдельные политики, отдельные структуры этим занимаются. Естественно, мы не сделаем всю работу за них, но немножко помогать нужно. И я думаю, что в России рано или поздно эти процессы начнутся. Это будет лучше для всех, включая русских. Больные, Соловьевы, Морданы и прочие пропагандисты, там, Медведев, нетрезвеющий, которые бредят имперским величием, они никому не интересны. Все хотят нормально жить, нормально зарабатывать, возвращаться в теплый, уютный дом, ходить в нормальный туалет, а не на улицу, в яму, летать на отдых хотя бы в Турцию, а лучше в Черногорию, а не в Дагестан, на сказочные курорты. Большинство хочет этого. И поэтому, если условием такой нормальной жизни будет немножко повоевать и отделиться от России, они на это пойдут. И будут жить вместо одного монстра будет 30 нормальных маленьких стран. Это будет лучше для всех и для них тоже. Слушай, как ты думаешь, ну, в конце концов, многие говорят, что Путин не решается на мобилизацию, и ему очень сложно будет ее решиться на всеобщую мобилизацию, именно потому, что это может вызвать взрыв, и это может стать той каплей, которая переполнит чашу терпения россиян. Я использовал именно это слово. Включая бурятов, включая малые народы, которые становятся еще меньше, включая дагестанцев, народы Кавказа. Ну, мы видели, как народ рванул при частичной мобилизации. Кто побогаче за границу, кто победнее по деревням, при полной мобилизации начнется то же самое. На самом деле, мы же видим, как специалисты с тобой, мы как люди, которые занимаются медиа, мы видели, или как они пытались сыграть на этой теме народная война. Народная война против Запада. Но россияне все тоже, мы видим это, опять-таки, по реакциям, не дураки. Они прекрасно понимают, народная война, когда ты защищаешь свою страну, на нас никто не нападал. Рассказывают про то, что коварный Запад вместе с Украиной готовились напасть с четырех направлений, на это не ведутся даже белорусы. Вот, когда Лукашин Крим показывает карты, видимо, не те карты. Надо Таро брать. Но они в это не верят. И не получилось у них сыграть на народной войне, и чтобы народ шел радостно умирать за свою родину. Они видят, что на них никто не нападал, они видят, что и мы не собираемся захватывать Урал, Владивосток. Так что это у них не получается. Мобилизация вызовет у них массовое бегство, сопротивление, и не исключен 1917 год, что, в принципе, тоже хорошо. Да, что нас тоже устраивает. И по поводу 1917 года. Им тут, мне кажется, действительно в этом есть некий определенный смысл. Бесконечность терпения российской элиты, или же бесконечная импотентность российской элиты в деле постановки на место Путлера. Как ты думаешь, в принципе, может когда-нибудь произойти что-нибудь, что российскую элиту подвигнет к табакерке? Да, вот он недоверие президенту в виде ударов табакерки. Неудачно. Вот ему. Ну, он борется, видишь, там некоторые, он замыкает на себя и поднимает в первую очередь людей, чье власть зависит лично от него, от наличия его у руля, либо замазывает так, что они понимают, что их все равно не простят, так сольют вместе с ним. Потому что ситуация, когда можно будет сказать, это не мы, а он, вот покойный во всем виноват, распните его, он понимает, что в этой ситуации у многих вспыхнет надежда, тех, кто клялся в верности. Вот. И такой сценарий тоже возможен, мы его ждали-ждали, но, видимо, пока элита понимает, что сытая жизнь в России, в изоляции все-таки лучше, чем тюрьма или прыжок из окна. Пока такого нет. Как ты думаешь, насколько серьезно, сильна и бесконечна путинская власть в самой России? Нет, не бесконечна. Естественно, она закончится, или это будет действительно экономический кризис, до которого мы их дотолкаем, или проигрыш в войне, или все-таки борьба за окраин. Уже, понимаешь, как очень, говорят, плохо оказаться под рукой, когда всем позарез нужен наглядный пример такой есть, и очень, никто точно не знает, из скольки дровишек получается костер, но многие жалеют, что кострание было уже давно. Так и Россия. Очень плохо, когда живой ты начинаешь раздражать слишком многих людей. Помнишь, пожар в Воронье и Слободке у Ильфа и Петрова, да? Да, да, да. Страховали свои квартиры, она не могла не загореться. Да, да, да. И загорелась, подожженная с четырех сторон. Так вот, Россия в нынешнем виде, путинский режим, начинает раздражать уже слишком многих. И на Западе, и здесь у нас, и среди своих, и среди элит, и ниже. Он начинает раздражать и в какой-то момент критическая масса твоя смерть и крах твоего режима нужна настолько многим, что у тебя нет шансов что-нибудь обязательно, случайно, случится. Вот мне кажется, они идут к этому состоянию. Вот они уже завинтили, завинтили гайки, но маятник, законы России поменять можно, нельзя поменять законы физики. Если маятник дотолкал уже до самого упора и немножко прогнулся упор, рано или поздно маятник понесется назад. И полетят головы, и действительно будет русский бунт, бессмысленный, беспощадный и очень-очень кровавый. Нам все равно будивать великую-великую стену на границе с Россией, чтобы не заляпало. И, наконец, последний философско-исторический вопрос. То, что они говорят всегда на всех пропагандистских студиях, Россия будет существовать вечно. Россия не может закончиться. Мы предцеребр освободили, и все равно, и нас все пытались уничтожить, а мы все равно выстояли. Действительно ли бесконечно Россия? Это правда. Мы обязательно победим, сместим этот режим. Она распадется на много вменяемых маленьких стран. Но Россия, Россия останется навсегда. В песнях, в легендах, в страшных сказках, в анекдотах, в дурацких рисунках, в смешных лозунгах и музеях нелепой истории, на кладбищах, на памятниках. Она останется, как остался Гитлер и фашизм. В учебниках истории, как пример того, как нехорошо поступать. Тут они правы. Спасибо. Если на них то надолго. Спасибо, спасибо. Береги себя настолько, насколько это возможно и слава Украине. Героям слава. Спасибо.